Перепись лесного населения. Инспекторы Мануйловского заказника в Болотнинском районе приступили к учету обитателей заповедника. Итоги подведут через месяц, а пока в период морозов егери подкармливают животных деликатесами. О том, кто приходит в лесные столовые, расскажет Зинаида Миронова. В магазине договорились, они подмороженные списывают, а мы кинуем, пусть звери будут кушать. В России сегодня Старый Новый Год, а у животных тоже праздничные угощения. Помидоры, огурцы, березовые букеты. Так егеря называют веники. Вы специально такие длинные делаете? Да, наформи, так наформи. С наступлением морозов животных в заказнике подкармливают два раза в неделю. Сколько ни привози, по словам лесников, избытка не будет. Мешок овса и два куска соли в каждую из восьми кормушек. За сколько они это съедят? Это вот. Ну, эти груши. Вот Новый Год. Все. Сидя, как придут, за два-три дня, если вам ничего не будет. Территория Мануиловского заказника – 18 тысяч гектаров. Живут здесь косули, лисы, зайцы и лоси. А три года назад появилось несколько семей кабанов. На них-то и приходится большая часть провизии. И мандарины тоже. Что едят? Что не положишь? В охотничьем хозяйстве тоже напряженное время. Егеря развозят и продукты, и соль. Говорят, это главный продукт, из-за которого животные становятся оседлыми. Они с осени ходят, соль лижут, лижут. А потом они подходят, и кормушки, и все, и привыкают. Это за счет соли они уже привыкли. Вот они все здесь держатся. Сегодня госинспектор начинает учет всех обитателей заказника. Через месяц подведут итоги этой переписи. Выжиг, карандаш, навигатор, видишь, что... И что делаете? И учитывая среди зверей и количество оставшихся после основного сезона охоты для того, чтобы определить нормы изъятия на уже следующий сезон охоты. Зинаида Миронова, Владимир Полося, Новости ОТС.